О, видишь, я здесь больно. Смотри, как сразу меняется мимика. Подозрение на сильный ушиб либо перелом таза после рентгенологического исследования можно, конечно, сказать точнее. При пальпации переломов не чувствуется. Итак, мы провели рентгенологическое исследование у нашего пациента и обнаружили перелом таза, но незначительный, который, в принципе, оперировать не нужно, а также многочисленные ушибы после аварии. Пока операция откладывается, собаке назначен покой, лечение обезболивающими, обработка кора. Субтитры создавал DimaTorzok Да, у пациента действительно многочисленные ушибы не только снаружи, но и внутри. Похоже, что у него сильный ушиб мочевого пузыря. Какое-то содержимое находится внутри. Похоже на кровь. Так, мы еще обнаружили помимо ушибов, синяков, гематом, у него пупочная грыжа, которая не вправляется. Скорее, в ближайшее время мы ее прооперируем, когда пес поправится и все. И найдет он новых хозяев. Или старых. Или старых, или новых. В общем, друзей у него будет много новых. Как собак, так и людей. Пойдем, зай. Пойдем, малышка. Пошли. Вот так. Тань, нам нужна грилка, потому что мальчоха подмерзает. Или для начала хотя бы закутать его. Переноска у нас имеется. Многие спрашивают, а куда вам столько бинтов? Объясняю. Бинты могут использоваться не только для перевязки, но и как изолента. Поэтому мы включаем вот эту штуку, в эту штуку. Танюш, проверить надо. Работает? Работает. Давай. Все, малышок у нас немножко замерзает. Так, ложись-ка ты давай. Ложись. Вот так, холодно. Таня, мой, чтобы сверху чего-нибудь накрыть. Так. Давай, зайка. Вот. За грилки, ну, за грилки электрические огромное человеческое спасибо. Вот сейчас вы видите, как они работают. Это боеприпасы из посылок. Честное слово. Вот. Человеческая благодарность за это. Вот сейчас он просто после наркоза, и у него температура тела упала, да и он на улице перемерз немало. Ну вот. Поэтому сейчас в данном случае ваш подарок просто бесценен. Раньше мы все это делали с помощью бутылок, ну, там, из-под воды. Заливали кипятком. Но это не регулярный обогрев. Почему? Потому что вода постепенно остывает и, как бы сказать, проморгал, температура тела опять упала. А иной раз приходится бороться за каждые полградуса, скажем так. То, что даже градусник не показывает. Ну вот. Все. Мальчишка у нас сейчас лежит. То есть у него на данный момент перелом таза, кости так, повреждение, ушиб мочевого пузыря, потому что, скорее всего, там УЗИ кровь показала. И небольшие гематомы. Ну, то есть ушибами отделался. Я думаю, что оживет, все будет нормально. Дай бог, чтобы просто у него с мочевым пузырем там все было нормально. То есть, начнет нормально ходить в туалет, значит, все будет хорошо. Палата номер шесть. В хорошем смысле этого слова. Яким. Привет, Яким. Яким. Ты чего, малыш? Ты знаешь, откуда мы знаем твое имя? Нашлись твои хозяева. К Якиму в срочном парадке едут его хозяева. Я не знаю, как они уже будут решать, как что. Понятное дело, что дома и сено лечат, но... Больничка есть больничка. Там уже будут решать сами. Все, Яким, давай, жди, скоро приедут. Вот. Ну, такие вот дела. Вот. Я очень хочу поблагодарить всех людей, которые любыми возможными путями и случаями помогают нам. Не важно, это финансовая помощь, это боеприпасы в посылках, либо слова добрые, которые так или иначе имеют свою силу обязательно. Я очень благодарю людей за эту помощь, которую они оказывают нашему приюту и дают нам возможность заниматься нашим любимым делом, делать это все бесплатно и на уровне. Поэтому всем привет и огромное спасибо. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии, задавайте вопросы, колокольчик с ней. Всем пока. До свидания.